Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло в рабочем посёлке Ленёво в конце 2018 года. В вечернее время, 7 декабря, 48-летний мужчина, двигаясь на своём автомобиле по проспекту Мира, совершил наезд на малолетнюю девочку. Вместе с семьёй она переходила дорогу в зоне действия пешеходного перехода. Водитель с места происшествия скрылся. Как впоследствии станет известно, за рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения. Своей вины не отрицает. Сейчас виновник аварий находится дома под подпиской о невыезде. Срок предварительного следствия составляет первоначальный 2 месяца. Соответственно, по мере необходимости он будет по готовности экспертиз и производства следственных действий будет решён вопрос о продлении срока следствия. То есть, ну это зависит от длительности экспертиз? От длительности экспертиз, да, и от необходимости тех или иных следственных действий. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств. Назначена автотехническая экспертиза по состоянию автомобиля, то есть случилось ли данное дорожно-транспортное происшествие в результате действий самого водителя, либо в результате какой-либо неисправности. Дело возбуждено по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальная мера наказания – лишение свободы до 4 лет.